Привет, ребят, меня зовут Ася, и сегодня будем смотреть новое видео KingDemo, я в огромном предвкушении, потому что видео про КС. Называется 10 минут бесполезной инфы о Counter-Strike. Вы не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам всё понравится, и каждый день в 7 вечера на этом канале я веду стримы неизменно, поэтому заглядывайте, поболтаем, буду ждать. Поехали! Вот 10 минут бесполезной информации о КС Гоу! Ой! На карте Инферно, если подойти вплотную к любому объекту из дерева, будь это двери, или ящики, или бочки, и фигачить по ним ножом от 15 до 20 секунд, то у вас появится цветной квадратик, который могут видеть даже ваши тиммейты. Да, простят меня все тиммейты. Блин, ну мне кажется, все так делали, ну ножиком, я имею в виду, царапали какую-то поверхность в КС, но просто никто никогда не делал это 20 секунд подряд. Те, кого затроллят после этого, но раньше в КС Гоу, если вы нажимали F10, то у вас выключалась игра, ну что-то типа Alt плюс F4, потом это пофиксили, сейчас выходит предупреждение о закрытии игры, но вот в КС 2 это почему-то работает, и этим теперь троллят новых игроков. А как посмотреть подробную статистику? Ты, ты разве не знаешь? Нет, а как? Просто нажми F10 и получишь все необходимое. Жестоко. Как потратить полмиллиона долларов за одну игру? Залетайте на любую карту по освобождению заложников и впускайте в бедолагу весь свой боевой потенциал. А как бы за каждое попадание полагается штраф, поэтому в конце игры вы получаете звание транжира и потраченную сумму, которую нереально заработать в игре. В КС 2 дым-терам... Классный баг. ...и коттешников отличаются цветами. Если вы закинете флешку вот в эту ведерку в апартах на мираже, то она не сработает. Слушайте, не хочу душнить, но почему, когда я смотрю со стороны, как плентят бомбу, она находится на полу и на ней набирают код левой рукой? А когда я плентю бомбу, то бомба всегда у меня в руке, плюс я набираю код правой рукой. Но это просто, знаете, какой-то ребус найди 10 отличий, ну правда, такие мелочи я бы никогда внимания не обратила. Если у вас анимированная Ава в стиме, то теперь это будет показываться и в панели игры. Вот это круто. Как вы знаете, после каждого кила у вас появляется значок справа, и его длина зависит от длины вашего ника и размера оружия. Но, если поставить название своего ника, название своего клана, написать небольшую строчку на арабском, потом 25 символов на латинице, 25 символов на кириллице, написать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и добавить 12 знаков типа мягкого знака, знака, доллара, зачеркивание. Юзая при этом АВП и прострелить щела через смоук и стену, используя флешку, и при этом ноускопом, и, конечно же, в хедшот, помогая при этом своему тиммейту, хух, то ваш значок будет вот такой длины. На Инферно целый... Обалдеть, мне просто интересно, кто это проверял? Как люди к этому пришли? Кто до этого додумался? Шесть великов. Всем тем, у кого 4 звезды, я хочу, чтобы вы себя не чувствовали плохо. И просто напомню, что в реальной жизни, в армии США, 4 звезды это генерал, а легендарный Беркут это всего лишь полковник. Почему нанесение граффити такой... Ясно вам, я генерал. Странное. Ну, типа, иногда попадается за текстуру, иногда можно сразу 3 граффити одновременно нанести, и, как назло, он не рисуется по центру, как я хочу. Супер маленькая деталь, но можно заметить, как на китах у КТ очень мелкими цифрами написан пароль, который набирают на бомбе. При загрузке карты Трейн на фотке есть конусы, а в самой игре конусов нет, тут только провода. Кстати, вы, наверное, тоже задавались вопросом, откуда этот надоедливый звук. А он от дозиметра. Прибор, который используется для измерения радиации. Рядом, как бы, радиоактивные отходы. И, конечно же, будка охранника, в которой ручки по разные стороны. И как он его открывает? В КС-2, в момент, когда вас убивает... Ну, реально, найти 10 отличий. Если вы начнёте быстро-быстро нажимать кнопку действия, то в следующем раунде у вас появится оружие противника. Типа, бесплатно. Вдумайтесь, это полностью убивает игру. И этот баг до сих пор не исправили. Хотя игра должна выйти вроде летом. В общем, они пусть исправляют баги. Давайте поиграем в мини-игру с подвохом. На какой карте больше машин? На Дасте 2 или Оверпасс? Давай, думай хорошенько. Оверпасс? И... Если вы ответили Даст 2, то... Вы ошиблись. На Дасте 2 всего 5 машин. А вот на Оверпассах 8. Но по... Вот настоящий киберкотлета. Я. ...в том, что они находятся за картой игры. Двойные билеты в КС-го... Ладно, меня спалили, я просто угадала. Окей. О, и в КС-2 стоит 300 баксов. Хотя в старых частях игры стоили 800. и были самыми дорогими пистолетами в игре. Компания Letify провела исследование, чтобы понять, в какой стране играет в CSGO больше всего. Итак, на первом месте у нас Россия, потом идёт США, Бразилия и, конечно же, Польша и Германия. Однако, по количеству глобалов, на первом месте Финляндия, на втором Швеция и на третьем Эстония. Стикеры, нанесённые на оружие, со временем стираются. Однако, если вы кинете оружие на землю, то стикеры будут выглядеть как совсем новые. Но они вроде не со временем стираются, а если ты их сам потрёшь, насколько я знаю. Но, кстати, надо будет проверить, реально ли они потом на земле выглядят новыми. Вот эта табличка несчастных случаев. И если вы спрыгнете с небоскрёбом, то в следующем раунде цифра изменится. Проходи на Б на карте Чач. Не знала. В коробках куча калашей, но, увы, вы не можете их взять. Также на пленту есть весь арсенал, который вы опять же не можете взять. На карте Нюк, используя кнопку действия рядом с проходом на Б, можно открыть или закрыть жалюзи. Вторая любимая игра у Неймара после футбола, это играть в CS GO. В 2020 году один из пользователей Твиттера написал «Воу, было бы круто, если бы они добавили симуляцию жидкости в Source 2, чтобы получить самый красивый молотов в играх». И как видите, Valve прислушались и действительно добавили симуляцию жидкости. Топ-5 моих любимых раскидок. На карте Мираж, используя вот эту выступающую доску и прицелиться чуть ниже выступа, то можно закинуть гранату в апсы. А если вы в апсах, то можно закинуть ее в нычку. На Мираже, если зайти на балкон и закинуть молотов вот сюда, то он отрикошетит и застрянет в стене. И вы не будете получать никакого урона. И сможете спокойно простреливать мид. Обалдеть, ну вот это вот никак не бесполезная инфа, это очень тоже полезный раскид. Ваши противники вас не будут видеть, да и они явно не будут ожидать, что кто-то стоит в огне. Такой же трюк можно провернуть и на Б. Если закинуть молотов вот на этот кирпич, то вы не будете получать урона и можете спокойно простреливать спаун КТ. Важнейшая раскидка, если вы хотите пройти на Б через мид. Плотную подходите к ящику на миду, целите смоук вот в эту точку на стене и тем самым закрываете КТ спаун, чтобы вас не убил чел, который на каре или на КТ. Ну а если вы хотите рашить Б, то целитесь вот в эту щель и она закроет двери. Сколько вы смоков знаете из всех перечисленных? Напишите в комментариях. Я лично не одного. На Лангу, если прицелиться чуть выше рисунка с зубом, то он закроет вам КТ спаун, что сэкономит вам в кучу времени. Если закинуть молотов об крышу в коврах, то челики с секондмида подумают, что вы кинули молотов на лестницу. А вы спокойно можете выйти, ведь он не наносит урона. Когда вы перезаряжаете АВП капилляры, то вы вставляете в него сердце. Юсп Билет Ват имеет на себе QR-код, который перекидывает вас в мастерскую создателя этого скина. В 2019 году Китай по борьбе с лудоманией в интернете подверг КСГУ сильному давлению. Чтобы те раскрыли и опубликовали шансы выпадания крутых вещей из кейсов, дабы школьники перестали тратить на это деньги. Итак, у вас в 80% случаях вы будете получать худший предмет, даже дешевле, чем вы потратили на открытие кейса. И ровно 0,26%, что вам выпадет реально редкий предмет. Да, это ожидаемо, потому что я открыла уже очень много кейсов, и Синька, она родная. Эта инфа заставит вас задуматься, стоит ли вообще в будущем тратить на это деньги. Что будет, если на оружие серии Стартрек вы опните 1 миллион киллов? Вы скажете, что он заслянет на 999 тысячах 999. Ведь там всего 6 цифр, и вы будете правы. Однако, если опнуть 1 миллион киллов, то ваш счетчик обнулится. Но вот в инвентаре все равно будут считаться киллы. Вам потребуется от... Вы представляете, кто-то сделал с одного оружия больше миллиона убийств. Сколько часов в кейс у этого человека, у меня вопрос. ...340 до 400 дней, чтобы ваш скин в кейс гоу приняли на рассмотрение и утвердили. Если начать стрелять в банкоматы за картой оверпасс, то из них реально начнут сыпаться деньги. Внимательно посмотрите на логотип кейс гоу. Чел держит в руках скар, которого даже нет в игре. Может, я чего-то не понимаю, но каким образом вот этот нож называется складным? Я специально купил похожий нож, сейчас объясню, что я имею в виду. Почему он называется складным? Потому что его лезвие складывается в рукоятку. Ну, очевидно. Но, как в кейс гоу этот нож называется складным? Если его лезвие в 2 раза больше, чем рукоятка, куда он складывается? Сейчас будет боль для перфекционистов, но крыша над колодцем на Инферно поставлена неровно. В отличие от кейс гоу, где дырки от пуль это всего лишь 2D текстуры, то в кейс 2 они с параллаксом и выглядят куда лучше. Если зайти в настройки, потом игра, спуститься вниз на вкладку предметы и рядом с пунктом задержать выход из прицеливания после выстрела поставить «Да», то отныне после выстрела со снайперки у вас будет задерживаться прицел. Что? Чё, так можно было? Это очень удобно при ноускопах. Да и вообще облегчает вам игру. А сейчас я бы хотел сказать всем пухликам огромное спасибо за подписку. Пару месяцев назад я сказал спасибо за 250к подписчиков, но вас уже один лям. Так что огромное вам спасибо, что смотрите мои дебильные видосы. Так что ещё раз огромное спасибо. Обалдеть, очень крутой видос. Мне очень понравилось. Так много всяких классных лайфхаков, интересных фактов, мелочей каких-то, о которых бы даже никто не задумался. Миллион киллов меня вообще убил на статрек оружии. Жалко, вот только я не запомнила ни одного раскида. Но неудивительно. И надо будет вот с АВП эту штуку проверить с задержкой прицела после выстрела. Очень классный лайфхак. И пересмотреть ещё раз 10 это видео, чтобы запомнить весь раскид. Это будет интересно. Вы напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего, потому что здесь было очень много классных моментов. А мы встретимся в следующем видео. Пока-пока!